Это кадры из интернета. Они появились в одном из барнаульских пабликов. Измазанная детская площадка в поселке Власиха. Еще вчера чем-то похожим на гудрон здесь были измазаны детские тренажеры, лавочка и горка. Сегодня, на момент нашего приезда, здесь практически уже все оттерли. Чем оттираете? Вольт, спиртом. Хорошо оттирается или плохо? Плохо. А долго оттираете? В течение дня уже. Детская площадка на балансе местной школы искусств. А мужчина ее сотрудник. Местные говорят, такие происшествия не редкость. Совсем недавно здесь оторвали качели. Происшествие попало в объектив видеокамеры. Напакостили вновь сами дети. А это детская площадка по адресу улицы Сергея Семенова, 17. Александра каждый день гуляет тут с детьми. За 8 лет, что живет здесь, таких детских шалостей еще не видела. Ребятишки устроили вот в этом шарике туалет. То есть было такое, что более младшие ребятишки выезжали оттуда все испачканные. Да, было такое, как бы, достаточно сильно испачканные выезжали. Женщина заверяет, что обычно видит детей хулиганов без присмотра родителей. Мальчики, а вы зачем дерево портите? Что? Оно же портится, ветки отрываются. А это уже спортивная школа во дворе 133-й школы. Детский вандализм тут наблюдают каждый вечер. Например, на этот раз любителям разрушить все вокруг приглянулась баскетбольная площадка. Те дети, которые приходят сюда действительно провести время с пользой, а не напакостить. Ну, например, поиграть в баскетбол. Каждый раз вынуждены кидать мяч в воображаемое кольцо. Мы играли в баскетбол, и тут человек стал заходить на танк, заданчил, повис и случайно сломал кольцо напополам. А потом кто-то случайно как-то его самооснование кольца оторвал. Современная молодежь должна заниматься спортом, а не как-то искусством ломания всего. И бросать в кольцо, а не ломать. Ломают, заборы ломают, двери вынесли, мы сами все делаем. Каждое утро здесь у нас организация спортивная, мы по утрам на этих площадках занимаемся. Утром приходим, 9 утра, но здесь просто гора мусора, оставленная после вечерних игр детей. Сотрудник школы отметил, детей собирали неоднократно, разъясняли, что нужно относиться к школьному имуществу бережно. Но пока такие беседы безуспешны. Эта территория считается в зоне ответственности этой школы, которая должна наводить порядок, за чистотой следить и в том числе за технически исправными всеми архитектурными формами малыми. Поэтому данная ситуация, мы говорим, это обязанности, конечно же, школы. Ответственность уголовная может наступить по вандализму по 214 с 14 лет. В части возмещения вреда, в части расходов на восстановление имущества, то есть, ну это путем покраски или вот в данном случае, где во власихе гудроном облили, это нужно все очистить и привести в первоначальный вид. Соответственно, эти денежные средства могут быть взысканы с родителей. Если нарушителей, конечно, поймают. Судя по статистике, в последнее время вандализм молодеет. И чаще всего сейчас им увлекаются дети от 14 и младше. И вопрос здесь скорее к родителям. Воспитание и личный пример никто не отменял. Мария Микшута, Николай Шелко, Александр Антропов. День с толком.